Добрый вечер! Добрый вечер, дамы и господа! В эфире программа «Пресс-клуб». Я Геннадий Кацов. Как всегда, рад приветствовать вас в нашей передаче. Сегодня мы обсудим актуальные темы, прошедшие трудовой недели, с гостями нашей программы. Я хочу их сразу же представить. Рядом со мной Алекс Якубсон, блогер, журналист. Алекс, приветствую вас! И за ним сидит Леонид Мстиславский, журналист. Леонид, приветствую вас! Ну что, я предлагаю сразу обсудить тему, которая, ну, в общем-то, она такая сквозная, начиная с субботы прошлой недели и вот до сегодняшнего воскресенья, поскольку прощание с сенатором Джоном Маккейном – это многодневная такая процедура. Здесь есть много тем. Касаются они и личности самого сенатора Маккейна, его пленения, которое, в общем-то, стало тоже поводом для раздоров. Причем, я говорю в данном случае не только между президентом и Маккейном. И в свое время Трамп высказался довольно нелицеприятно по поводу нахождения в плену Маккейна, сказав, что патриоты, в общем-то, они сражались, они сидели в плену. Мне кажется, это однозначное оскорбление. Но я должен сказать, что при этом немало ветеранов к Маккейну относятся очень и очень пристрастно и негативно. Там уже другая причина – это то, что Маккейн в свое время способствовал тому, чтобы между Вьетнамом и Соединенными Штатами возникли дружеские отношения. Он говорил, вот какие-то вещи нужно забыть, когда мы говорим в Соединенных Штатах о том, что неизвестно, находятся ли еще американские солдаты. Ну, в связи с возрастом, конечно, уходит их часть, но там непонятно, сколько было пленных. Маккейн говорит, ну, это как бы, да, такая тема, которую, если мы будем разрабатывать, мы никогда не найдем дружеского пути к Вьетнаму. Многие с этим не согласны. Опять-таки, позиция Маккейна как политика – здесь очень и очень много тем. Алекс, начинайте с любой. Давайте мы начнем эту тему. Ну, вообще, Джон Маккейн в общем и целом был моим политическим кумиром. Я за ним следил где-то с 98-го, особенно с 99-го годов, когда его звезда взошла, если не ошибаюсь, изначально во время еще скандала даже с Моникой Левински, потому что он был одним из таких вот как бы людей, которые, ну так, симпатизаторски, но осуждали, порицали Клинтона за то, как он себя вел. А затем, особенно во время Косовского кризиса, когда Маккейн был главным таким глашатаем вмешательства Америки в эту ситуацию, и некоторые обозреватели даже говорили, что, мол, этот парень уже ведет себя как президент. И тогда и начали говорить о том, что, возможно, он выдвинется президентом. В 2000 году у меня были как бы разделения симпатий между ним и Бушем-младшим, и Маккейн, мне кажется, очень хорошо повлиял в результате ставшего президентом Буша-младшего, в том числе в плане вот этого его геополитического, так сказать, внешнеполитического мировоззрения. Вот вы упомянули его как бы роль в примирении с Вьетнамом, но вообще-то основное реноме, основное наследие Маккейна, это как раз очень жесткая принципиальная позиция оппонирования всем таким вот режимом тоталитарным и антидемократическим во всех их инкарнациях, во всех их окрасках. И я думаю, что он меня именно этим привлекал. У него могли быть ошибки по каким-то конкретным темам. Некоторые говорят, что когда он попал в плен, что он был не очень успешным командиром, что из-за него погибли какие-то его товарищи боевые. Я не знаю конкретики этого дела, но это как бы опять же как ты к человеку относишься, ты можешь разворачивать эту тему в любую сторону. У него могла быть ошибка, например, когда он отстаивал так называемую campaign finance reform, реформу финансирования политических компаний, стремясь ограничить влияние левых денег, так сказать, на агитацию, и это вылилось в вакханалию 2004 года между компаниями Буша и Керри. У него могли быть неудачные проекты, благонамеренно на неудачные типа попытки реформы иммиграционной системы и так называемой банды шести или еще что-то. Но в целом, вот особенно в главных вещах, таких как отношение в целом к мироустройству и вера в то, что Америка правильно устроенная государству, по праву являющаяся мировым лидером и имеющая право это лидерство проявлять, в том числе, если надо, то и с оружием в руках, вот это я разделял полностью. Поэтому в целом этот человек, безусловно, мне был очень симпатичен. На самом деле, когда мы говорим об американском патриоте, это патриот, который критикует свою страну, но который верит в той стране. Он никогда не критиковал именно Америку как таковую в этом. Вот я говорю, что в какой-то степени он ведь, он был такой мягкий популист тоже. И в какой-то степени, может быть, он предшествовал чайной партии и даже Трампу, тем, что он пытался там апеллировать простому человеку. Помните персонаж такой, он до сих пор, по-моему, где-то есть, сантехник Джоджи Пламбер. Он появился в 2008 году как участник Маккейновской кампании. Его все эти straight talk, прямая речь и так далее, это, возможно, потом аукнулось. Но политик должен быть в какой-то степени популистом тоже. Но его популизм был позитивный, такой как бы наступательный. Он был, что называется, affirmative, он подтверждал американскую идею. И вот знаете, я думаю, что почему большинство русскоязычных людей обычно голосуют за республиканцев? Даже если мы, не все из нас одинаково благоустроены социально, многие заинтересованы в том, что делают демократы на низовом уровне, там, медицина бесплатная или еще что-то. Почему мы обычно чувствуем больше родства с такими людьми, как, ну не знаю, к Маккейну по-разному относятся, к Буш-младшей, Рейган, там, Маргарит Тэтчер, если говорить о европейских политиках, потому что мы чувствуем, что в какой-то решающий момент вот эти люди протянули бы нам, вот если бы мы до сих пор жили там, с точки зрения, скажем, советского человека 30 или 50-летней давности, с точки зрения современного иранца, к примеру, что эти люди, верящие в правоту западного мира, в частности его лидера Америки, они скорее протянут руку помощи тем людям в этих странах, недемократических пока еще, которые хотят демократии, свободы, там, достоинства и так далее, процветания экономического в том числе, нежели либеральные демократы, которые за последние, скажем, 50 лет превратились в мямль, которые говорят, да что нам это все, там не нужно нам никуда лезть, у нас самих масса проблем и так далее. Вот Маккейновский, что называется, бренд республиканства, он, может быть, отличался. Люди говорили в 2008 году, что если в республиканской партии возбладает течение Маккейна и, скажем, Майка Хакоби, это будет не та республиканская партия, которую знали до этого. Это будет партия, скажем, не бизнеса в первую очередь, это будет партия, там, фермеров, ветеранов, простых, там, благонравных прихожан церквей, который, кстати, Майк Хакоби же был в свое время баптистским тоже. Вот, но я бы согласился, если бы республиканская партия была такой, столько, сколько она бы оставалась хребтом вот такого, как бы, патриотического, политического... Это и есть консерватизм? Ну да, это правильный, такой, как бы, более позитивный консерватизм. К сожалению, знаете, мир, он не заслуживает идеала. Мир существует в состоянии неидеальности, и мы в результате сейчас имеем в республиканской партии крен больше в сторону изоляционизма, иногда каких-то форм даже ксенофобии, но это трудные времена, их надо пережить. Вот, поэтому, в целом, мое отношение к Маккейну, я был волонтером в его президентской кампании в 2008 году, но, к сожалению, поскольку Нью-Йорк тут ничего не светило, то я с ним никак не пересекся, не встретился. Вот, но... Нужно объяснить, видимо, для наших телезрителей буквально два слова. В Нью-Йорк ничего не светило, поскольку Нью-Йорк всегда поддерживает традиционный демократ. Да, разве что в последний раз, наверное, Нью-Йорк голосовал за республиканца при Рейгане. Вот, но, понимаете, в целом, конечно, это был Человек-скала. Я хочу такую вещь сказать по поводу его отношений с Трампом просто, что при всех их... Давайте так. Окей, да. Мы сейчас дадим Леониду слово, а отношения с Трампом это уже последние годы. Пожалуйста, Леонид. Ну, начнем с того, что я никогда не... То есть, я никогда не был моим кумиром, ни в политическом, ни в каком-либо смысле слова. Вне сомнения, это солдат, вне сомнения, это честный человек, вне сомнения, человек с принципами. Не будем говорить о том, правильные эти принципы или нет, но человек с принципами, который эти принципы пытался отстаивать. Как политик он, на мой взгляд, ничего особенного, выдающегося не совершил, по крайней мере, не довел до конца. Да. Ошибок была масса. Ну, особенно во время его президентской кампании и так далее. Но одна из основных ошибок, на мой взгляд, и на взгляд многих моих друзей, чьим мнением я дорожу, выбор вице-президентом Сары Пель. Мы вот обсуждали, с Алексом это до начала передачи. Любой психолог вам скажет, что если мужчина, избиратель, любой мужчина, любой избиратель, пытается, по крайней мере, оценить потенциального кандидата более-менее объективно, или с точки зрения, выгодно мне это или не выгодно, как там будет с моей работы, с моей карьерой, ну и так далее, и так далее, и так далее. То любая женщина оценивает любую другую женщину, которая идет либо на конкурс красоты, либо получает какую-то премию, либо баллокируется на какой-то высокий пост, как конкурентку. И принцип такой, а чем она лучше меня? Критические взгляды. Абсолютно верно. Чем она лучше меня? Да, первые буквально несколько дней рейти к манкетам, когда он выбрал Сару Пейлин, несколько приподнялся, а потом все поняли после, особенно в выступлении Сары Пейлин, что может быть для Аляски и для политической обстановки Аляски она еще, не будем говорить хороша, но, по крайней мере, нормальна и терпима, то для Америки она, конечно, несколько не той кондиции, хотя она очаровательная женщина, красавица, там прекрасная охотница и прочее, прочее, прочее. Это что касается, что касается его нахождения в плену, то я считаю, что любой человек, попавший в плен и выживший, там уже герой, вне сомнений. И, конечно, Трамп был максимально бестактен, сказав, что человек, попавший в плен во время боевых действий, он не сдался, он не поднял руки, он был захвачен в плен во время боевых действий. Я уверен, что у него была бы хоть малейшая возможность как-то не попасть в этот плен, но он бы, конечно, в него не попал. Я думаю, что здесь, нет, это бесспорно совершенно хамское заявление, я думаю, что здесь немалую роль сыграла позиция ветеранов, то есть ряд ветеранов, они с Маккейном не согласны, я уже сказал, по какому поводу, вот это налаживание дорог. Может быть, Трамп хотел их голоса, привлекая, вот таким образом сработать? Опять-таки, это говорит о том, что вот мне, например, в действиях Маккейна, я далеко не совсем согласен, мне далеко не все нравится. Но есть вещи, которые мне просто непонятны, а для чего ему нужно было налаживание отношений с Вьетнамом? Ведь почему его называли русофобом? И никто не думал, почему вдруг, ни с того, ни с сего, он не иранофоб, не китаефоб, и так далее, почему именно русофоб? Он же, в принципе, с Россией никак не пересекался, Маккейн. А все объясняется очень просто. Война Америки с Вьетнамом, вот эта имеют и вьетнамская война, это не была война Америки с Вьетнамом. Во Вьетнаме воевали русские войска. Если вы помните старый анекдот, что пилот Ван Ю Шин на самолете Иль Ю Шин сбил там 10 американских агрессоров. Это была война России на территории Вьетнама. И все методы, которые применяли вьетнамские, там, Вьетнам и так далее, это чисто российские методы. Начиная от партизанских и кончая пытками. Потому что нигде в мире... То есть отработано на ГУЛАГе, да? Абсолютно верно. Ведь мало кто знает, но в спецтюрьмах, то есть в самом ГУЛАГе хранилась копия молота ведьм. Знаете, что такое молот ведьм? Это известная пытка. Это книга. Это все в Испании. Да, да. Это огромный такой фолиант там с картинками, с описанием, с деталями пыток. То есть единственное, насколько я знаю, я, слава богу, не сидел в тюрьмах в Америке, в Англии и во Франции. Но то, что применялось в ГУЛАГе и то, что вне сомнения применялось во Вьетнаме, спадая, потому что спецслужбы вьетнамские, это были российские спецслужбы. И то, что они делали с Маккейном, я могу и с другими военнопленными, я могу себе представить. Отсюда русофобия. То есть против самого Вьетнама он ничего не имел. Вьетнам ноль в данном случае. Это территория, не более того. Поэтому у него была идея налаживать отношения. То есть никакой злобы на Вьетнам? На Вьетнам нет, но поэтому он был русофоб. Интересная позиция, да. Алекс? Ну, во-первых, быть против Советского Союза и его политики и против путинской России, это не быть русофобом. И даже мной не очень уважаемый Владимир Владимирович Познер написал недавно пост на смерть Маккейна, где сказал, что Маккейн русофобом не был. Маккейн написал замечательную статью, если не ошибаюсь, с 2013 года под названием «Россияне заслуживают лучшего, чем Путин». И люди говорят, что как бы все, что он там изложил, абсолютно правда, и никакой русофобии там нет. Насчет Вьетнама... Нет, тут не нужно просто путать. Это в данном случае термины российской пропаганды. Ну да, но мы как бы их заглатываем. Мы как бы пользуемся... Потому что там начальник... Понимаете, человек, который воюет за Америку или Францию или Англию против нацистской Германии, например, я сейчас не говорю о том, что Путин равен Гитлеру, пока еще нет, но он двигается, возможно, в эту сторону. Но человек, который воюет против Германии, Гитлера или Японии, соответственно, там, Ямамото или кто там был, Хирохито в это время, в году 43-м, он не германофоб и не японофоб. Наоборот, он их спаситель и их друг. Насчет Вьетнама вообще мне вспомнилась замечательная песенка про фантом, где есть слова «Сбил тебя китайский летчик Лиси Цин». Вот, но Вьетнам, во-первых, это соперник Китая коммунистического, и уже поэтому можно сказать, что здесь есть возможность бить клин вьетнамцы, коммунисты. Десять лет праздновали победу над Америкой, после чего начали реформы, такие же, примерно, как в Китае начал Дэн Сиопин, там, в 80-м году, в 79-м, они начали в 85-м. Сейчас они просят Америку заключить военный союз с ними, чтобы прикрыть от Китая, потому что, несмотря на похожесть режимов, они не хотят, видимо, встать третьим там или четвертым автономным округом КНР после Тибета и Уигурии. Вот, они понимают, кто им больше... И Америка должна их защищать. Да, потому что это в наших интересах. В чем? И как защита на дальних подступах от потенциально гораздо более опасного китайского коммунистического режима, который, в том числе, под нажимом своих внутренних проблем и экономических, и тчаяний, которые он вызвал к жизни, он способен... Ответ очень простой, геополитический. Китай это самая большая угроза... Секундочку. Китай это самая большая угроза для Соединенных Штатов. То есть, когда говорят о России... Вы говорите о военной угрозе? В том числе. В том числе, бесспорно. То есть, когда рядом со страной, которая для тебя главная угроза в мире, находится территория, в которой ты как-то что-то можешь... В которой ты можешь построить свою базу... Все, это очень важно. Это очень важно. Вот даже просто объясняется. История последних сто лет учит, что когда Америка и другие мировые лидеры, но Америка особенно, начинает изолироваться и абстрагироваться от других регионов, из которых периодически исходит угроза, будь то Европа, Балканы, Ближний Восток, Дальний Восток, Африка или еще что-то. После Первой мировой, например, ушли, да, прощая оружие, ушли американцы, не захотели заниматься европейскими делами, родился нацизм. То, что мы видим... Возродился нацизм. Да, значит, на Ближнем Востоке не добили Садама, пришлось эту проблему решать заново через дюжину лет. Один Буш не добил, пришлось отдуваться второму. То же самое с Японией, уж как Рузвельт Второй пытался избежать конфликта, не сумел. И это учит одному, даже Трампа это научит, который у нас большой резолюционист, что надо эти проблемы решать на дальних, так сказать, рубежах. Я хотел насчет Трампа сказать такую вещь... Насчет Трампа или Маккейна? Насчет Трампа и Маккейна, просто их отношений, что, на мой взгляд, во многих вещах, не во всех, конечно, но во многих, особенно в военном отношении, в отношении санкций... Вот, кстати, Леонид сказал, что Маккейн не был иранофобом, он тот еще иранофоб. Он распевал во время какого-то своего митинга предвыборного в 2008 году «Бамб Иран», вот эту знаменитую песенку «Бамб Иран», он ее пел. Он выступал за все санкции против всех подобных режимов. И Трамп, усиливая санкции, вернув, выйдя из этого договора с Ираном, вернув, скажем, прежние отношения к кубинскому режиму, усиливая нажим на китайский режим и даже подписывая российские санкции при всей своей вроде бы дружбе с Путиным, Трамп во многом делает то, что делал бы Маккейн. Трамп принял бюджет 700-миллиардный военный, фактически бюджет имени Маккейна. Вот, поэтому, как вы знаете, дела говорят громче слов. И еще насчет Сары Пэйли. Хорошо. Пожалуйста, теперь по Трампу и Маккейну мы как раз остановили вас тогда. Ну, понимаете, я еще раз сказал, что о мертвых либо об ушедших, прошу прощения. Либо хорошо, либо ничего. Мы говорим не о личности в данном случае, мы говорим о политиках. Я не нахожу много общего между Трампом и Маккейном. Маккейн был достаточно упертый. Трамп намного более гибкий. У него он больше бизнесмен. Он ведет политику, как ведут бизнес. Я предлагаю сначала постучать кулаком, сначала поугрожать, а потом, когда соперник или противник или оппонент начинает задумываться, задумываться, предложить ему гораздо более... Это стратегия уже, она очевидна. Да, да, она очевидна, эта стратегия, и самое интересное, что она действует. Маккейн был абсолютно упертым. Я как-то в кругу своих друзей сказал, что у меня впечатление, что он так и не понял, что вьетнамская война уже кончилась. Поэтому при всем уважении к нему, вне сомнения, вне сомнения, уважения как к личности, как к человеку, как к гражданину, его политические амбиции, политическая его деятельность, и сенаторская его деятельность, меня не вызывает особых восторг. Кстати, интересно, вы сказали, может быть, наши телезрители, многие, я уверен, не согласны, что Трамп, он как бы гибкий. Интересно, что вот в связи с Маккейном тоже произошла одна интересная вещь, на мой взгляд, достаточно знаковая по отношению к Трампу. Когда были приспущены флаги, после этого Трамп сказал, все, мы не поднимаем больше флагов, когда его начали убеждать, что по определенным правилам, поскольку сенатор умер, то пока его не закоронили, флаги должны быть приспущены. Он поднял эти флаги через 48 часов приказом своим, но после этого, все-таки, то есть, его можно уговорить, когда под напором конгрессменов, сенаторов, когда какие-то решения были вот так вот раскритикованы. Сарас Андерс. Сарас Андерс, да, да, да. Вот, то есть, на самом деле, он пошел на то, что он действительно приспустил флаг. Это такой момент интересный, когда говорят, что вот он такой, мол, он неуправляемый и так далее. Он такой управляемый, вполне. Опять-таки, я бы не назвал это управляемостью. Вменяемый. Абсолютно верно. Он понял, что где есть смысл ломать копья, принципиальные какие-то моменты, где нет смысла ломать копья. Я считаю, что последнее распоряжение сенатора о том, что Трамп не выступал с речью, не присутствовал на похоронах, будем так говорить, не менее хамским, чем утверждение хамара. Мне хорошо его характеризуют. Да, я говорю, не менее хамским, чем утверждение... Вы имеете в виду Маккейна. Да, Маккейна, я прошу прощения. Чем утверждение Трампа о том, что человек, который находился в плену, не может быть... Они вообще вели себя как два обиженных подростка. Абсолютно верно. Поэтому Трамп сначала велел попасть в лаги, а потом, что стоит ли из-за этого ломать копья. Человек уже ушел. Мир праху его. Не буду. Да. Не, ну, наверное, да. Просто, понимаете, это, кстати говоря, тоже характеризует Трампа, может быть, не с лучшей стороны, потому что, хорошо, если ты строил изначально свой имидж на том, что ты крутой мэн. Вот Маккейн говорит, что он крутой мэн, да, что у него железный там хребет. А у тебя на самом деле... А очень многие шаги Трампа за эти полтора года, как он стал президентом, говорят ровно об обратном, что он флюгерствует. Понимаете, и уже хорошо, если ты злеешься на него, так ты приказал больше не спускать флаги. Stick to your decision. Нет, он послушал. Это значит, что он еще 300 раз послужит иногда в хорошую сторону, иногда в не очень. В любой вещи свои про и контра, свои позитивы и негативы. Ну, возможно, да. Насчет его деловой хватки я не уверен пока что, насколько она результативна. Ну, хорошо, да, скажите, я просто хочу про Сару Бейлину еще сказать. Поскольку мы уже заговорили, то есть перешли с личности сенатора на личность Трампа и так далее, и так далее, я просто хочу сказать одну вещь. Ну, вот мы здесь три мужика, и каждый из нас был в молодости и дрался на улицах, и там со сверстниками, ну, всякое бы бывало. Мы не только били в морду, мы защищали. Иногда для того, чтобы нанести более сильный удар, мы отходили на шаг другой, разбегались, а потом с разбегу врезали, ой как. Так вот, Трамп, он стратег. Да, где нужно, он уступит. Где нужно, он пойдет вспять. Но только для одного, чтобы потом добиться своего. Мало того, я бы добавил, что все практически задачи, которые он наметил и определил во время президентской избирательной кампании, он пытается выполнить. И, кстати, в данном случае, если мы говорим, одна из главных задач у него была отмена Обамакэр. Маккейн встал больной с постели, приехал в Вашингтон, в Капитолий вошел и проголосовал. Он был третьим голосом. В результате Обамакэр не прошла. Трамп все сделал для того, чтобы его обещание выполнить. То же самое мы сейчас будем говорить сегодня и о НАФТО. Это было одно из обещаний. Он говорил, что НАФТО это совершенно невыносимый договор. Так же, как Трансатлантический договор, так же, как Парижское соглашение по климату, так же, как договор с Ираном. Он все старается выполнить с того, что он обещал. Поэтому я еще раз хочу сказать, когда я вот за этим столом и в других местах слышу о том, что Трамп популист. Что значит популист? Это политик, который во время избирательной кампании, он высказывает какие-то вещи, популярные у народа, получает свое, его выигрывает, а потом об этом забывает. Это популизм. А то, что делает Трамп, он говорил о вещах, которые, понятно, популярны у народа, иначе он бы не получил кресло президента. Но эти все обещания он старается выполнить. Абсолютно верно. Ген, понимаете, что касается Обама Кейера, мы только что имели одну не очень удачную, по многим мнениям, медицинскую реформу, и люди не хотели с места в карьер, сломя голову, кидаться в другую. Дэн Донован, конгрессмен от Стейтен Альнда, тоже, насколько я помню, голосовал против этой реформы. Он голосовал против налоговой реформы Трамповско-Райановской. Он считался совершенно не трамповским человеком. Майкл Гримм считался трамповским человеком. Трамп поддержал Дэна Донована, Дэн Донован совершенно развернул неудачную для себя, казалось бы, ситуацию в своем противостоянии с Гриммом, триумфально выиграл. Так что, как бы, его, то есть, как бы, Маккейн, он был единственным из республиканских сенаторов, кто против этой реформы был, но он был не единственным, в принципе, из республиканцев, кто посчитал преждевременным, скажем так, давать такой карт-бланш президенту, который очень спорным образом пришел к власти, и который, как бы, должен был, по крайней мере, пройти через какое-то горнило парламентское, научиться договариваться. Мне кажется, что все это, конечно, замечательное оправдание ситуации, но я еще раз говорю, там немалую роль сыграл личностный фактор. Возможно, возможно. Но в случае Геннадонова, например, там никакого личностного фактора особо нет. И, тем не менее, это тоже было. Нет, но были республиканцы, которые были с этим не согласны. Я совершенно с вами согласен, но я должен сказать, что в 2009 году, когда Обама только пришел к власти, в 2009 году он сказал летом, Конгресс не уйдет на каникулы, если не будет принята реформа здравоохранения. Это было через полгода после того, как он принял присягу. Он так хотел понравиться Теду Кеннеди, для которого реформа была делом жизни. И тоже, насколько я помню, в результате все равно она была принята, по-моему, в 2012 году. Да, естественно. Тоже ему пришлось серьезно, так сказать, похрустеть косточками, прежде чем этого добиться. Кстати, Трамп, если мы говорим об Обаме Кэр, он сказал, что в немалой степени какие-то пункты мы оставляем. Да. В этом плане он молодец. Он же вообще, вот люди, когда говорят, он, типа республиканец, запрягается за него. Год назад он заключил такое бюджетное соглашение с демократами, что все сияли демократы Чак Шумер, с которым он вроде бы обычно бьется, там поливает друг друга ушатами на Твиттере. А у всех республиканцев, у Райана, у Митча Макконнелла были вытянутые лица. Вот. Насчет пары Сейлин, да, Сары Пейлин. Понимаете, я считаю, что с любым напарником Маккейна проделали бы в 2008 году то же самое. Просто, к сожалению, так легла карта и с экономикой, и с общемировым. Вот, кстати, когда роют Трампа на предмет вмешательства России или еще кого-то, вспомнить, как за Обаму весь мир топил открыто, не то что деньгами, информационно все, включая англоязычные средства информации, ну там английские какие-нибудь, BBC и так далее, все были за Обаму, весь мир был за Обаму. Все его тянули за уши. Вот. И будь то не то что Сара Пейлин, Чак Норрис будь кандидатом в вице-президенты от Маккейна, его бы смешали. Нет, это была идея, Обама это тенденция, Обама это знак. Да, да, да. И вот было невозможно противостоять. Кстати, я помню замечательную карикатуру одного из российских художников, когда, значит, по итогам этих выборов, такой летящий воздух Обама с баскетбольным мячом, значит, забивающий слэмданк, и такой Маккейн, разводящий руками. Вот. На самом деле мир совершил огромную ошибку, ему надо было поддерживать как раз Маккейна, с его «Сегодня мы все грузины», как вот в августе 2008 года. Когда Леонид говорит, что Маккейн не понял, что вьетнамская война закончилась, я думаю, что, знаете, еще не факт, что она закончилась. Но, кстати, невозможно обвинять человека одновременно в том, что он слишком примирялся со Вьетнамом коммунистическим, который его же пытал и мучил еще с помощью советских и кубинских эмиссаров, и в то же время обвинять, что он типа застрял в этой войне. Просто Маккейн правильно понимал мировую ситуацию. И это еще раз... Кстати, кстати, я добавлю, что Маккейн в свое время сказал, после как раз грузинской военной кампании, он говорил, теперь внимательно следите за Украиной, она следующая на очереди. Ну, кстати, да. А Сара Пейлин, у нее есть плюсы, у нее есть минусы, но это, понимаете, на нее так ополчились все либеральные семьи. Сара Пейлин, я напомню, из нее делали котлету, из нее делали полную идиотку. А между тем она ничего такого ужасного не сказала. Когда она тогда сказала, что из моего дома видна Россия, ну это же понятно, это преувеличение, это гипербола. И она сказала, что Россия не тебе хочет, что надо следить. Она, между прочим, выиграла у коррумпированного предыдущего республиканского губернатора Аляски, сумела собрать силы своей партии, чего обычно не бывает. Обычно вторая партия приходит к власти на волне такого скандала. Она сумела сохранить позицию для своей партии. Она человек, который многодетная мать, которая сохранила жизнь, в том числе своему ребенку, там, аутисту или что-нибудь было. Один из пяти детей, да. Это, в принципе, человек, которого как раз либеральные люди должны были поднимать на щит, так сказать. Просто я же говорю, что даже крутого Уокера, он же Чак Норрис, возьми Маккейна в рапарнике... Против Обамы не было приема. К сожалению, да. Это, я прошу прощения, это не по делу, не по теме, это просто поток сознания. Это подтверждает мою мысль, которую я, наверное, высказывал, ну раз сто в своих там статьях, и так далее, и так далее, что когда речь идет о политике, когда речь идет о выборах, все методы доступны. Откровенная ложь, откровенная подлость, откровенное хамство, все, что угодно, поливание грязью и прочее, прочее, прочее. Волнует все, кто с кем спал, кто кого ущипнул, кроме одного, кроме программы, планов и каким образом эта программа будет исполнять. Не, ну здесь бывает программа, я хочу дать в данном случае еще один плюс добавить Маккейну. Которые всегда упрекали в том, что он во время политической своей кампании, и одно, и другое, он всегда выходил с белыми перчатками. Он как раз считал, что он не хочет заниматься черным пиаром. Его многие упрекали в том, что он более джентльмен, чем это нужно для политика. Олег. Хотя у него были жесткие, я помню, нулевой год, когда он наезжал на некоторых бизнесменов во время, скажем, праймерис в Калифорнии. Вот, то есть, но по крайней мере, вот с основными своими оппонентами, типа там того же Буша или Обамы, или Хиллари, он все-таки действительно вел себя... Джентльмен. Республиканцы, там, в Японии это будут либерал-демократы, где-нибудь в Германии это будут христианские демократы. И в будущем, я думаю, что так же будет в России, там, в Китае, еще где-то. То есть, люди, которые будут наиболее, как бы, привержены хорошим отношениям с Америкой, с Европой, они будут из умеренно такого вот, как бы, если угодно, даже умеренно националистического, умеренно консервативного лагеря. Вот, это мой такой вот... Поставим точку в этой теме. Вот, тут достаточно оптимистично, Алекс. Я хотел бы, чтобы мы еще одну тему сейчас разобрали, это тема Сирии. И, Леонид, здесь интересен ваш комментарий, поскольку на этой неделе произошла вещь, она ничего исключительного в себе не несет, но это неоднократно уже делалось и делается. Россия заявила о том, что у нее есть данные, готовится... Провокация. Да, и в Эдлиб уже подвезли практически какие-то баллончики, на которых нет надписей, да, бочки там и так далее, на которых нет никаких надписей. Речь идет о том, что провокация будет осуществлена вот этими вот повстанцами, как их в России называют. А именно, что такое повстанцы, это значит, они выступили против, выступают против режима Башара Асада, который Россия, естественно, поддерживает. И после этого, значит, нагнетается ситуация, говорится о том, что и Соединенные Штаты, они туда, значит, как-то свели военные силы, то есть ожидается вот какая-то такая провокация. Все это происходит на фоне вот этих санкций против России. И, собственно говоря, первый этап вступил в силу 27 августа. А речь идет о том, что второй этап для того, чтобы не вступил в силу, в немалой степени Россия должна сотрудничать с Западом по части химического оружия. Я напомню нашим телезрителям, что эти санкции применяются в результате вот этой атаки 4 марта в Солсбери на Скрипаля и его дочь. И речь идет о том, что это была химическая атака в Европе, собственно говоря, первая после Второй мировой войны. То есть на это, мне кажется, нельзя это не учитывать, когда мы говорим о вот этой провокации, о которой трубит Россия сегодня на весь мир. Вполне возможно, это реакция, как вы считаете, на вот эти санкции? Вот здесь, мне кажется, не я, и вряд ли кто-то другой, а может, умеет дать однозначный ответ. Мне кажется, что обе стороны здесь играют в какую-то очень непонятную игру. Ну, начнем изначально, со Скрипалей. Я не думаю, что этот несчастный отстанной полковник, который не бежал, которого просто обменяли, выпустили и так далее, представлял такую же угрозу для России, такую ценность для Англии, что специально везли вот этот яд через, фиг его знает, какое расстояние, для того, чтобы его отравить. Вот, кстати, не отравили, чтобы отравить его дочку, кстати, не отравили, чтобы отравить всех окружающих, кстати, не отравили. И действительно, кто погиб, по-моему, вот этот один бездомный, который... Женщина его. Женщина, которая почему-то стала лить его на себя. Вы можете, мы достаточно все взрослые люди, немножко искушенные вообще-то в подобных делах, и я не думаю, что если бы у России или вот существовал вот этот яд, новичок, что для того, чтобы он подействовал, там нужно было лить его на себя и нюхать его и так далее. Тут что-то другое. Это, во-первых. Значит, ну, поскольку Англия утверждает, что у них есть неопровержимые доказательства, которые пока еще никому не предъявили, что у них есть 100... Возвращение, как они говорят, с большой долей вероятности. Но в Англии существует суд. Суда не было. Обвиняемых здесь не было. Ни одно имя не было названо. То бишь, через суд дело Скрипалей не прошло пока еще. То есть оно в стадии расследования и так далее, и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Ну, на этом фоне были введены новые санкции. Когда нужен предлог, санкции введутся на что угодно. Кто-то там громко закашлял во время выступления, это неуважение и уже санкции. Второе. Америка хочет добиться от России сотрудничества. Вот вы только что предметли эту фразу. Сотрудничества в деле химического оружия. В чем должно заключаться это сотрудничество? В немалой степени в том, что Россия должна открыть карты. Россия официально заявила, что у нее химического оружия нет. Оно все уничтожено. Кстати, в отличие от Соединенных Штатов. Что инспектора были в России, подтвердили, это было несколько лет тому назад, что химического оружия у России в наличии нет. Другое дело, что за это время оно могло быть еще пять раз создано заново, не бедил. Создать заново несколько... Мы говорим сейчас о Сирии или о России? Нет, мы говорим о Сирии. Это одни и те же буквы, кстати. Ситуация в Сирии, это следствие ситуации с Россией. Россия была, собственно говоря, гарантом того, что химическое оружие в Сирии уничтожено. Россия говорит о том, что новичок, давно уже закрыто его производство. Но Россия не говорит, что у нее нет биологического, химического или ядерного оружия. В Сирии нет химического оружия. Россия была гарантом, опять-таки. И вот поэтому... Кто-то опроверг... Опроверг это? Нет, это опровергает неоднократно применение оружия против так называемых повстанцев. Расследование ООН, насколько я помню, опровергло. Даже та же организация по борьбе с химическим оружием, вот это ОЗХО, или как ее... Она, по-моему, приходила... Она приводила бы использование химического оружия. Вне сомнения, вы правы, но кто его использовал? Вот Россия... Насколько я помню, по их выводам было сказано, что с большой долей вероятности использовал именно... А там нету возможности более глубоко докопаться. А если нет более глубокой вероятности... То приходится судить по... Мы говорим о том, почему нет полностью стопроцентной уверенности. Потому что в течение двух недель никакие инспектора там побывать не могли, потому что там прошла полная зачистка, все было смыто, все было унесено. И после этого... Нет, мы говорим о Сирии, о городах сирийских. Мы сейчас говорим о Сирии. Это была аналогичная ситуация. Все было смыто, все было снесено, уничтожены скамейки, уничтожены двери, уничтожены ручки. То же самое произошло в Англии. То же самое, абсолютно. Это произошло после того, как специалисты проверили все на месте. Мы еще раз говорим. В Сирии произошла совершенно другая вещь. Специалистов допустили после того, как все было уничтожено. В Англии произошло абсолютно с другим знаком. Полностью с вами согласен. Так о чем мы сейчас говорим? Я говорю о том, что сейчас есть и Россия. Я беру сейчас одну сторону, российскую сторону, как они утверждают. Если сейчас российские спецслужбы узнали, говорят, что они видели там или знают точно, что есть несколько бочек безопознавательных знаков, кстати, непонятно, что у этих... Россия уверена, что это химическое оружие. Россия уверена, что это химическое оружие, а Америка уверена, что это кленовый сироп. Неважно, что там. Никто не утверждает, что в этих бочках хлор. Но предположим, что там хлор. Действительно. И действительно готовится провокация. Если Россия, а там у них огромный контингент, там огромные спецчасти, там военных вот так, сверхголовы в Сирии российских, то почему они вот их не захватили, не уничтожили и не предупредили? То есть они говорят, что да, мы видели, если видели, значит знают где. Если знают где, то уничтожить это для российских вооруженных сил там нет проблем. Но на сегодняшний день, вот у меня перечень, тут, наверное, штук 30 названий кораблей, подлодок и так далее, и так далее. Присутствие России там. Которое Россия сейчас подогнала к Сирии. Ну, значит не хочет по какой-то причине Россию. Секундочку. И вместе с тем наращивают группировки Соединенные Штаты. Не тем, потому что Соединенные Штаты готовы бомбить Багдад. И они это смогут сделать. Да, да, сори, у меня уже шклероз какой-то. Готовы бомбить Дамаск. Багдад, это пройденный этап. Да, готовы. При этом, если они будут бомбить Дамаск, они не затронут российские вооруженные силы. Тогда избегут конфликта. Но если они случайно, случайно ракета есть ракета, пуля есть пуля, заденут российские вооруженные силы. Шойго официально объяснил, что мы будем не просто отбивать ракеты, а уничтожать носителей. Чтобы уничтожать американские... Леонид, в таком случае вы совершенно правильно на все отвечаете. Соединенным Штатам это даром не нужно. Сто лет. Да, сто лет. Значит, разговор о том, что готовится провокация со стороны России, этот разговор, она тоже бессмысленная. То есть провокации нет никакой. В данном случае, моя позиция, Россия пытается перевести, что называется, с больной головы на здоровую. Разговор идет о том, что вы должны каким-то образом принять участие в разговоре о химическом оружии. А мы здесь при чем? Вон американцы, пожалуйста. Вместо этого 30 кораблей подгоняют. Да, американцы, американцы, они хотят какой-то провокации участвовать, и эта провокация вот налицо. К нам она не имеет отношения. Она имеет отношения к этим повстанцам. А если вдруг эти псевдо-повстанцы или не псевдо-повстанцы, ну, сумасшедших везде, навалом, с любой стороны. Если они все-таки применят, пускай это будет не 100 бочек, которые уничтожат весь город или весь район, а одна, которую уничтожат 200 или 300. Для этого они должны химическое оружие иметь. Для того, чтобы произвести его просто так, вот нельзя, значит, нужно и где-то его получить. Потому что Россия гарантировала, что у Башара Асада его вообще нет. Предположим, у Башара Асада его не нянет. Мы не даем Алексу сказать. Понимаете, мне жалко, что сейчас с нами здесь в студии не сидит Юлия Латынина, потому что она бы сказала, что Леонид пользуется логикой Тольявини десятилетней давности относительно грузино-российского конфликта, что вот мы опросили обе стороны. Одна сторона говорит, они первые начали, другая сторона говорит, другие. А где истина, мы не знаем, потому что у нас нет возможности. Мы не все, значит, не везде докопались, не везде нас пустили. Поэтому можем так, можем предположить так. Извините, но вообще-то, по-моему, доказательная база достаточно большая имеется. И по поводу Скрипалей, и по поводу Сирии. Люди, насколько я так следил английским следованием, были определены, что это были за люди. По крайней мере, есть некоторые имена. Два россиянина даже говорят об том, что они должны быть экстрадированы. Вот. И Скрипаль, между прочим, продолжал сотрудничество с английской разведкой. Он не был абсолютно безвредным. Я, кстати, могу с другой стороны напомнить высказывание Всеволода Чаплина, такого известного деятеля Российской Церкви, примерно годичной давности, может, двухгодичной, после которого ему отказали в возможности дальше выступать на радиоэхо Москвы. Он сказал, что мы имеем право, Россия славная наша, богоспасаемая, любого нашего критика и предателя, в любой точке мира уничтожить как угодно. Там пули, ядом, как угодно. Это кодекс чести. Вот. Абсолютно неудивительно, если бы они это сделали. Может быть, ну хорошо, тогда, наверное, и Америка имеет тоже право сделать. Тогда надо, наверное, было не привозить Обаме Бау Бергделя, не вызволять его из талибовского племена, а тоже пристрелить там же. Да, или Сноудена, или еще кого-то там, Брэдли Мэнинга. Вот. Он же Челси. Ну, может быть, тут уже я с вами согласен. Разум предатель. Вот. Понимаете, кому выгодно, например, применение химоружия в Сирии, ну мы это видели вот в этой ситуации с Дамаском, вот полугодовой давности, когда они применили, чтобы выкурить этих повстанцев из тоннелей. То есть абсолютно есть демонстрация силы, что мы можем применять химоружие, ничего нам никто не сделает, никакая Америка и никакой ООН. И есть прямая военная чисто выгода. Вот. Люди сейчас говорят, даже Турция, которая уже как бы дружит сейчас с Россией, при Эрдогане, при том эрдогановском повороте, даже она пытается уломать Путина, не поддерживать Асада в его стремлении полностью добить оппозицию. То есть есть конфликт определенный даже с Турцией, потому что Турция пытается играть в защитника там суннитов сирийских и так далее. А Россия пытается с одной стороны себя поставить как лидер, а реально она тоже является заложником. Заложником Асада, Хизбаллы, Ирана. Вот. И то, что вот она себя так ведет, вот морду кирпичом, ничего у нас нет, это вы готовите провокацию, мы еще и кораблей нагоним. Это само по себе показывает, это как в мультике... Это косвенное доказательство. Да, это как в мультике «Пес в сапогах», что я привык грудью встречать опасность, еще бы свой куцый зад вы никому не покажете. А у российского режима сейчас, кстати, дома куцый зад, и в такой ситуации как раз конфронтация с той же Америкой очень выгодна. Еще и поэтому, еще и это можно... А кстати, Алекс сказал интересную вещь, я бы подчеркнул ее, усилил, то, что Россия становится в результате заложником ситуации. Собственно говоря, как во Вьетнамской войне заложником ситуации Соединенные Штаты стали, и в результате здесь были волнения такие, что, в общем-то, потрясли всю страну. Это, кстати, есть известная теория Гегеля, раба и хозяина, когда существует хозяин, у него раб, который за него все делает, полностью обеспечивает. Хозяин настолько понимает, что все у него есть, что он в результате становится практически рабом своего раба. То есть он попадает в зависимость от своего слуги, от своего подчиненного, от своего раба, и тем самым проигрывает. Это очень, кстати, важное такое добавление, мне кажется, очень интересное замечание. Кстати, его можно очень интересно интерпретировать на, будем так сказать, на демократические принципы демократов Соединенных Штатов. Когда они потеряли массу голосов, они начинают понимать, что они хотят ставить на тех, кто нелегал. Нелегал, если 12 миллионов, если получат право голоса, то это огромный добавок к электорату. Но в результате они впадают в зависимость, и они уже практически готовы. Мы только что обсуждали на этой неделе, что происходит в Германии, когда в этом маленьком городке Хеннистом, там же кошмар происходит. То есть там на самом деле люди, причем это подъем неонацизма в Германии, потому что они вообще категорически против там арабов каких-то. А теперь арабы, которые насилуют женщин на площадях, которые убирают, убивают у баров немцев. То есть они явно враги их. И возникает, собственно говоря, ситуация гражданской войны. Это очень важный момент. Если вы помните... Нет, я просто хочу закончить. Когда получается, что демократическая партия в немалой степени начинала терять популярность, они поставили на то, что нас будут поддерживать, конечно же, нелегалы, нас будут поддерживать в социалистических идеях те, кто обделен, те, кто получают, там сидят на каких-то там пособиях и так далее. В результате они впадают действительно в то, что они не говорят о безопасности страны. Они говорят о том, что это, ради бога, едва ли не открыть границы. Но мы видели, что произошло в 2015 году, летом, когда Ангела Мертель открыла границы. Политика Велком принесла к страшным конфликтам сегодня в Германии. Ну, между прочим, если бы Асада убрали, этого бы не было. Потому что при тех проблемах, скажем, с Ливией или Ираком... Из Сирии не пьем? Нет, нету, да, нету такого потока беженцев не из Ливии, ну, там мало населения, но даже из Ирака нет, какой есть из Сирии. Это, кстати, еще раз говорит по правильности подхода того же Маккейна. Знаете, вот что касается нелегалов, кстати, они же многие как раз довольно консервативны в социальном плане. Потому что тут такой тоже немножко вопрос, я думаю, спорный. Просто другое дело, что демократы сильно очень потеряли среди белого населения американского. Я об этом и говорю. Ну, это да, это есть. А можно я секунду побуду адвокатом дьявола? А как по-вашему, Америки, Соединенным Штатам, в стране, в которой мы живем, в котором живут наши дети, внуки, и бог даст, будут жить правники, выгодна или невыгодна ситуация в Европе с беженцами? Нет, конечно, абсолютно невыгодна. Почему? Это чушь, что люди иногда говорят, что якобы Америка так хочет запустить троянского коня и разручивать ЕС. Америке выгодно, чтобы был мир, тише благодать во всех местах мира, чтобы можно было, кстати, уйти из той же Германии, наконец, и так далее. Просто пока не получается. Кстати, встреча с Кюнкером, комиссаром Евросоюза, она очень показательна в этом плане. Когда договорились о том, что будем отменять тарифы, это же вообще уму было непостижимо до этого. Да, мы должны торговать. Еще Вудро Вильсон сказал, Америка не хочет воевать, Америка хочет торговать. Это было сказано в 1920 году. И почему Юнгер пошел на все это и прогнулся перед Америкой? Я думаю, что он не прогнулся. Потому что у Европы другого выхода не было. Потому что сейчас вот еще пройдет 10-15... После того, что произошло в Германии во время вот новогодних праздников, когда там насиловали во время новогодних праздников... Да, чем я говорил. Не только, это продолжается. И, и продолжается, и тефтонские рыцари, тефтонцы, немецкие мужчины, вместо того, чтобы перерезать глотки публично там, или повесить публично на площадях этих подонков, обращаются в полицию, которая не открывает... Вы говорите очень политически некорректно. Я говорю максимально политически некорректно. Я родился и вырос на Востоке. Я родился и вырос на Кавказе, в Азербайджане. Если бы, не дай бог, кто-нибудь обидел бы женщину или девочку, или, я уже не говорю, изнасиловал, и при этом отец или брат, или там знакомый обратился бы в полицию, он был бы покрыт позором на всю жизнь. Мусульманская страна. Да. Вы помните, что говорил Абдулла, белое солнце в пустыне? Кинжал хорош для того, у кого он есть. И горе тому, у кого он не найдется в нужную минуту. И когда... Вторая поправка. Да, и когда немецкие мужчины, когда немецкие мужчины, вместо того, чтобы... Я против суда линча, смотря в каких случаях этот суда линч происходит. Если бы немецкие мужчины не ждали бы правосудия... Они сегодня не хотят ждать. Вот и правильно они делают. При этом их называют фашистами, неонацистами и так далее. Там есть среди них и неонацисты, и фашисты. У них послужной список прошлый не очень приятный, поэтому там тревожные. Да, там все задавлено, там все задавлено денацификацией и так далее. Интересно, кстати, что больше это происходит. Вот знаете, интересно, что отторжение, скажем, этой разнообразия, да, вот как сказать, diversity, и в Америке, в Англии, например, где голосовали больше за Брекзит, в Германии, где больше протестуют против этого наплыва и против бесчинств, в том числе в исполнении некоторых мигрантов. Это в основном места, где мигрантов меньше. Хемниц – это восток Германии, а происходили безобразия в Кёльне, в Западной Германии. Вот это тоже интересный феномен, что за Трампа голосуют, скажем, Огайо, а не Нью-Йорк, где, ну знаете, я вот только вчера был на Бордвоке Брайтонском, там группа ребят, видимо, арабских, вела себя довольно так по-хамски, как-то так, орала там, вызывающе. И я думал, вот эти ребята, как бы, ну им повезло, что они в Нью-Йорке, а не где-нибудь в Кливленде или, не знаю, там, Хьюстоне, вот. Но, конечно, в их ситуации так вести себя бы не стоило после того и без того не очень хорошего реноме, которое у их общины есть. Вот просто я подумал, что действительно, как бы, большая воля противостоять этому бывает зачастую там, где люди меньше с этим встречаются, они как бы априорно не хотят. Но, понимаете, тут еще такая вещь, что когда вы имеете вынужденный какой-то вот наплыв беженцев или еще кого-то, это всегда будет происходить. Именно поэтому надо стремиться принести тот уклад жизни, который есть у Америки, у Европы, принести его туда, откуда исходит эта проблема. Потому что иначе, будь то арабские или мексиканские или еще какие-то беженцы и нелегалы, будут наплывать в Америку, в Германию и так далее. Что решило проблему? Нет, да, надо нам идти с нашим уставом в ихний монастырь, потому что это хотя бы иногда работает. Между прочим, и из Германии, и из Италии, и из Японии была такая же проблемная эмиграция перед Второй мировой, которая дала все интернирование вот японцев, ну, американцев и японского происхождения, произошло из-за того, что были случаи симпатии японцев американских к микадовцам против американской армии. Это пришлось делать. После того, как война кончилась, никакой проблемы с Японией нет, никакой проблемы с Германией нет. У нас несколько минут осталось, буквально по полторы минуты, по поводу нафта. Кстати, еще одно обещание Трампа, которое он провел в жизни. В общем-то, мне кажется, что это нужно как раз отмечать, что человек выполняет свои обещания, а не говорить о том, хам он там, что он пишет в Твиттере и так далее. Давайте судить президента по его делам. Итак, пожалуйста, Леонид. Когда я был совсем молодым... Очень кратко. Очень кратко. Была такая пьеса о двух хирургах. Один был хам, матерщинник, хулиган, но хирург от Бога. Он спасал людей. Второй был, вот, и в категории, знаете, увидите врача и станет легче. Вот супер, ласковый, нежный. У женщины был выбор, кому пойти на операцию. И она пошла к тому, к которому вот ласковый, нежный, пообещал и так далее, погибла. А другая пошла к хирургу, который выматерил ее сначала за задержку, а потом положил на операционный стол и, матерясь, спас ее. Вот об этом идет речь. Это притча такая, да. Это не притча, это была такая пьеса. Звучит как притча. Да, звучит как притча. Так вот, Трамп напоминает мне вот того хирурга, который бестактный иногда, с матерком, который он еле сдерживает. С обидами своими. С обидами своими, со своими там твитами или не твитами, не принципиально. Но он лечит то, что было запущено в Америке. И делает это профессионально. Алекс. Знаете, я считаю, что Трамп, что НАФТа, в отличие от того же Киотского протокола, это хороший и выгодный для Америки договор. Тем более, что она была как бы движущей его силой. И, кстати, в основном республиканцы его продвигали. Договор 1994 года. Да. Но если люди считают, что это не так, то и у нас президент, который имеет право вести внешнюю политику, он имеет право поднимать вопрос. Я вижу такую вещь. Ну, во-первых, Трамп предпочитает двусторонние соглашения, поэтому как бы сейчас больше дружбы с Мексикой, а Канада осталась немножко за бортом. Тем более, что у Трампа с Трюдо, канадским премьером, не очень хорошие, мягко говоря, отношения тоже. Но Трамп пока что очень неплохо нашел общий язык с Абрадором, новым мексиканским президентом. Очень левым, как считалось. Многие считали его опасным. Но я думаю, это достаточно умный человек. И он, кстати, использовал Джулиани как советника в свое время. Я думаю, что он может сделать какие-то шаги по решению как раз проблемы нелегальной миграции в Америку. И это интересно, что два таких вот антисистемных одиночества нашли друг друга. И если будет хотя бы какое-то хорошее выгодное соглашение с Мексикой и США, хорошо. Благодарю за участие в программе, Леонид, благодарю за участие в передаче. Дамы и господа, также благодарю вас за участие в нашей программе. Прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всего доброго, с наступающим вас днем труда, с праздником, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова